Вчера, 19 февраля, мы закончили оглашение приговора. Мы в течение трёх дней провозглашали этот приговор. После двух лет судебных разбирательств участникам преступной группы, которую возглавлял экс-подполковник милиции Игорь Криволапов, вынесли приговор. Об этом рассказали судьи, участники круглого стола. Группа обвинялась во многих преступлениях. В частности, ей инкриминировали участие в убийстве известного тележурналиста Игоря Александрова из Донецкой области. Большинство преступлений было совершено ещё пять лет назад. С того времени шло следствие, а далее многодневные заседания в судах. На сегодняшний день уже по объёму это примерно уже 140 тому. Первоначально оно состояло 120 тому. По делу было проведено 220 с лишним судебных заседаний. Участники процесса все с других областей, с разных городов, адвокаты, потерпевшие. Этим объясняется длительность рассмотрения дела. В итоге двоих участников группы приговорили к пожизненному заключению. Сам Криволапов был освобождён, так как за время следствия он уже отбыл назначенный ему срок – пять лет. В целом, за прошлый год в суды области поступило около 420 тысяч дел, отметили участники круглого стола. А вот финансирование оставляет желать лучшего. На проведение одного заседания государство выделяет чуть больше 4 гривен. Для того, чтобы обеспечить своевременное и полное рассмотрение дела в текущем году, необходима сумма 391 гривна. Фактически же государством выделено 4 гривны 67 копеек, что в 83 раза меньше необходимого. При таком финансировании говорить о реформах в судебно-правовой системе нет смысла, отмечают судьи. Ведь для этого нужно около 15 миллиардов гривен. А таких денег у государства просто нет.